Те, кто частенько любит почитать, иногда сталкиваются с ситуацией, когда брать с собой книгу или ридер не всегда практично и удобно. А вот смартфон всегда под рукой. Именно для любителей почитать в любом месте я составил топ 10 лучших приложений для чтения книг на андроид смартфонах. А перед тем как мы начнём, подпишись сначала на канал и нажми на колокольчик. Приятного просмотра. Приложения открывают доступ к большому количеству книжных изданий, среди которых комиксы, учебные пособия и аудиокниги. Их удобно скачать, чтобы в дальнейшем слушать или читать в любом месте. Если появится желание найти идентичный рассказ, тогда можно прибегнуть к подборке популярных книг, которая составляется из предпочтений пользователя. Важно отметить, что для покупки книжных изданий не требуется оформление месячной подписки. Вы можете прочитать или прослушать фрагмент книги или аудиокниги до момента покупки. Эта простая читалка предлагает только самые необходимые функции, чтобы не отвлекать вас от чтения. Просто настройте один раз шрифты и фон и наслаждайтесь любимыми книгами. Программа отлично интерпретирует разметку текста, поэтому вам не нужно регулировать абзацы и отступы в каждой новой книге. Ebox поддерживает синхронизацию между андроид-устройствами и читает впечатляющее количество форматов. Bookmade Bookmade – это простой и удобный ридер и социальная сеть для поклонников книг и сервис для легального доступа к тысячам произведений по подписке. Платить не обязательно, вы можете читать классические книги бесплатно и конечно же загружать собственные. К вашим услугам система книжных рекомендаций и синхронизация между устройствами и платформами. В приложении 130 тысяч книг в библиотеке. Из них 22 тысячи в свободном доступе. Сразу же предлагается выбрать жанры по вкусу. Детективы, любовные романы, классика, фантастика. Есть также книги по психологии, научные материалы и издания для детей. Легко выделяется необходимый текст одним цветом. Можно оставлять пометки на полях, отправлять цитаты друзьям в социальные сети. Ведется статистика по дням. Фиксируются проценты прочитанного, есть счетчик общего времени чтения. В целом, приложение шикарное и я советую его вам скачать. Каталог ЛитРес Каталог ЛитРес насчитывает более 750 тысяч книг, что делает эту онлайн библиотеку самой большой русскоязычной библиотекой в сети. Приложение предусматривает возможность бесплатного использования книг за просмотр рекламы. И к этой рекламе в нижней строчке даже можно привыкнуть в обмен на огромнейший каталог книг, удобно поделенный на категории. В приложении заявлена синхронизация закладок, заметок и цитат. Синхронизация Простое приложение для доступа к русской классической литературе бесплатное. Минимальные настройки при максимальной пользе. В приложении собраны классические произведения более чем 700 писателей, включая Чехова, Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоколя, Пушкина, Есенина и множество других. Все то, что вы когда-то не успели прочесть в школе, теперь доступно к переосмыслению в электронном виде. Прямо из приложения, нажав на фото автора, можно перейти к на его страничку в википедии и ознакомиться с биографией. В остальном же функционал лаконичен до минимума. В противовес предыдущим читалкам, Monplus Reader переполнен огромным количеством настроек. Если вы любите затачивать программы под себя, это приложение для вас. В Monplus Reader можно настраивать многочисленные параметры отображения текста, менять темы оформления, подключать сторонние переводчики и словари и многое другое. Есть синхронизация между андроид устройствами и даже фильтр синего света для чтения перед сном. Pocketbook тоже относится к читалкам с широкими возможностями для кастомизации. Можно подключать словари, менять размер и тему интерфейса, регулировать отображение текста и не только. Хотя настроек в ней всё же не так много как в Monplus Reader, зато Pocketbook поддерживает формат DJVU, который может пригодиться для чтения документов и кроссплатформенную синхронизацию. А главное, программа полностью бесплатна и не надоедает рекламой. Фаберидер Перед вами удобное приложение для чтения электронных книг, где предусматривается поддержка популярных форматов и дополнительных модулей, расширяющих их перечень. Пользователь может настроить Фаберидер по своему желанию, выставляя интересующие шрифты и фоны. Если вы столкнетесь с неизвестными иностранными словами, то при помощи внешних словарей удастся найти их точное определение. Чтобы добавить новую книгу, достаточно скачать её из интернета, приобрести на сайте Litres.ru или загрузить в смартфон через ПК. Программа может сама читать книги вслух, тембр и скорость чтения регулируется. Работает функция напоминаний, если вы давно не заходили в читалку. CoolReader CoolReader также довольно популярная читалка, завоевавшая любовь пользователей благодаря своей простоте и функциональности. Её дизайн прост до безобразия. Список всех настроек вызывается нажатием одной кнопки. Можно настроить шрифт, его размер, кёрнинг, жирность, сглаживание, интервал и прочее. Выбрать любой цвет и текстуру в качестве фона. В общем всё на ваш вкус. Есть возможность настройки кнопок и жестов. Имеется поддержка словарей и TTS-движков. То есть книги можно прослушивать. Друзья, а чтобы и дальше не пропускать наше видео, обязательно нажмите на кнопку подписаться и прожмите этот великолепный колокольчик. Так вы всегда будете в курсе о последних новинках гаджетов, приложений и игр. Ну и не забывайте про наш интернет-магазин sibdroid.ru. Здесь вы найдёте последние новинки смартфонов и многое другое. А в описании есть промокод, который даёт скидку при покупке смартфона. Ну а для вас этот топ подготовил я Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч! Игорь Негода. Продолжение следует...